Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола смотреть игру. С вами будут Константин Генич и Георгий Черданцев. Ждем захватывающий футбол. Сегодня футбольный клуб Краснодар встречается с московским Спартаком. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Сегодня все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Футбольный клуб Краснодар победитель первого немосковского дерби в премьер-лиге. В нем в 2011 году быки в меньшинстве обыграли своих соседей из Кубани. Игра началась. Смотрим. Может получиться интересная атака. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Дмитрий Истоцкий. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Юрий Газинский. Маурисио в первое. Дмитрий Истоцкий. Это может быть опасная атака. Шарльд Кабуре. Пас, пас. Еще раз пас. Очень много передач у этой команды. В этой атаке оборону пройти не удалось. Фернандо. Посмотрим за этой атакой. Нет, не дошел этот пас до адреса. С мячом вперед он идет. Момент для удара. Спасает вратарь. Но мяч у атакующей. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Какой-то совершенно непонятный получился удар. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что так и было задумано. Однако факт есть факт. Мяч в воротах и болельщики ликуют. 1-0 в нашей игре. Дмитрий Истоцкий. Шарль Каборо. Хороший пас в атланте. Попадает под пресс. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Фулк Краснодара. Штрафной назначает орбит. Штрафной назначает орбит. Остап. Штрафной. Краснодар. Штрафной называет орбит. Первый. Маурисио в первые. Мяч в зоне атаки. Классный пас. Можно двигаться дальше. И пробил. Потащил один удар, но может быть и второй. Денис Глушаков. Роман Зобнин. Андрей Ещер. Блестящий отцыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Шарль Каборе. Дмитрий Истоцкий. Сергей Петров. Денис Глушаков. Зе Луиш. Примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Сергей Петров. Бакетти. Денис Глушаков. Денис Глушаков. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. На вес, но там нету. Мяч выбит. Угроза виноват. Первый. Это может быть опасно. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Денис Глушаков. 1-0 после первого тайма. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Есть момент для удара. Спасает вратарь, но мяч у атакующих. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Второй тайм начался. Мяч у Краснодара. Юрий Гозинский. Это может быть опасно. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Коборо. Пока неплохо. Первый. Маурисио первый. Можно подать. И это удар. Мимо цели. Такие моменты нужно забивать. Это была замечательная возможность сравнять счет. Судя по усиленной разминке, одного из игроков сейчас будет замена. Сальваторе в бакете. Андрей Ещин. Роман Собни. Фернандо. Сыграно-то точно, а вот стоило. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Слышь. Какая реакция. Какой прыжок. Класс. Стандарт. Это всегда шанс забить. Если забьют с этого углового, будут вести уже с разницей в два мяча. И прямо в центр штрафной мяч летит. Защита первая на мяче. Вынос. Фернандо. Удар по воротам. Это удар. Так. Направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Шарж Каборе. Каборе. Такие передачи придают атакам остроты. Глушаков. Роман Зобник. И пас обратно. Скучновато. Александр Мартынович. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хороший. Пас на ход партнеру. Не смог тут игрок. Мяч поднять и навес не получился. Денис Глушаков. Винси Промис. Посмотрим за этой атакой. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Фернандо. Дмитрий Камбар. И с мячом он. Вот это удар. Угловой будет подавать Спартак. Лидеры в счете. Можно позволить себе такие укрепляющие, я бы сказал, замены. Имеет тренер полное право. И в штрафной. В пакете. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Ай, да гол. Сыграно как по нотам. Прекрасная подача в нужную точку. И не менее прекрасный удар головой. И вынимаем мяч из сетки. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Два ноль. Отыграться теперь будет труднее. Друзья, мы что будем смотреть передачу назад? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. 81-я минута. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Два ноль. Мяч в зоне атаки. Нельзя мяч сдавать, обрабатывать. Может быть опасно. Положение вне игры циркализирует Ланзик. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Это может быть опасно. Луис Адриан. Юрий Газинский. Шарль Каборе. Судья решил добавить 3 минуты. Уверенно сыграл. Поднимает флажок. Боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок. Залез в офсайт. Была возможность обострить игру, но вне игры. Луис Адриан. И звучит финальный свисток. Сложно придумать в футболе что-то худшее, чем поражение в дерби. Проигрывать всегда неприятно, а от таких поражений еще и отходить непросто. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. Отлично сыграл. Забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действиями. Есть момент для удара. Спасает вратарь. Но мяч у атакующей. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол. Слышь, какая реакция, какой прыжок. Класс! И в штрафноме Пакетти. Продолжение следует...